Здравствуйте друзья! Сегодня мы будем делать желейный джем из черной смородины. Его можно делать с жмыхом, но мы будем делать чистый, чтобы можно было использовать его как промазку в тортах, просто на хлеб, на блинчики, да на все что угодно, потому что это вкусно, здорово и полезно. Для этого рецепта нам понадобится 1,5 килограмма черной смородины, 1,6 кг сахара и 1,5 стакана воды. Смородину необходимо помыть. Воду менять несколько раз, чтобы она была тщательно вымыта. Перебрать от лишнего мусора, если есть веточки и листики. Смородину я уже помыла и перебрала. Теперь ее необходимо прокипятить с водой, то есть мы возьмем воду, смородину и соединим их в кастрюле. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и будем варить минут 7 до 10, желательно не больше. Наша задача, чтобы смородина стала мягче и нам легко было ее перетереть через сито. Уваривать ее на этом этапе нет необходимости. Смородиновая масса прокипела 10 минут. Соответственно, сейчас мы будем ее перецеживать и перетирать через сито, чтобы избавиться от жмыха. Наша задача изъять из этой массы побольше сока и мякоти. Из оставшегося жмыха можно приготовить морс или компот, а можно заморозить и использовать позже. Перетертую массу переливаем в кастрюлю, в которой будем готовить далее. К смородиновой массе добавляем весь сахар сразу и перемешиваем. Масса еще теплая, поэтому сахар начнет растворяться в ней. Нам главное перемешать, чтобы не было комков с сахаром. Это у нас черная смородина. Она содержит много пектина, поэтому ее долго варить не нужно. Кастрюлю отправляем на огонь, доводим до кипения. И варить мы ее активно будем на среднем огне 10 минут, постоянно помешивая. Больше уваривать не нужно, чтобы не переварить, потому что при остывании масса загустеет до желеобразного состояния. Если ее переварить, то тогда после остывания будет один сплошной комок и продукт будет испорчен. Я подготовила баночки, помыла их и простерилизовала. Банки я стерилизую в микроволновке. Параллельно в кастрюле я простерилизовала крышки. Наше варенье сварилось. Сейчас оно текущее. Когда застынет, будет гуще. Не варите его так, чтобы оно вот сейчас было уже густое. Теперь заполняем вареньем баночки. Накрываем крышкой и закручиваем. Так поступаем со всем вареньем. Желейный джем из черной смородины закручен в баночки. Из этого количества ягод у меня получилось 7 баночек по 170 мл и 2 по 250 мл. Остывает варенье при комнатной температуре на столе. Храню я его на полке в кладовке. Если вам понравилось и было полезным мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Удачный рецепт с Еленой. Я желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.